Папа, мне надо в уборную. Не могу поверить, что машину ты оставил кому попало. Не может быть. Машина и мира. Ладно. Хорошо. Позвоните мне, когда разберетесь со страховкой. Нет. Нет, избавьте меня от этого. Тысячу причин придумают, лишь бы не платить по счетам. Ладно. Ладно. Уладьте сами. Из-за тебя мне приходится торчать в полиции в такую рань. Папа, если бы я мог знать, что прерву твой сладкий сон, то приставил бы к мастеру твоих телохранителей. Эмир, не испытывай мое терпение. Ведь от твоей глупости пострадал не только ты, это и по мне бьет. Вспомни, сколько стоит твоя машина. Не беспокойся, папа. Я прекрасно понимаю, что машина для тебя дороже, чем я. Эмир, хватит поясничать. Я не тот человек, с кем ты можешь спорить. Значит, по-твоему, я виноват? А тот, кто взял машину, ни при чем? А что мне думать, если ты доверил машину за 300 тысяч лир тому, кто и гроша ломаного не стоит? Но откуда я знал, что он может украсть ее? Папа. Прошу, господа, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Юнал Сарафаглы. Присаживайтесь. Мои ребята сделали несколько снимков машины. Специалисты сейчас выясняют, насколько серьезный ущерб был нанесен. Смотри, последствия своей выходки. Я сержусь не на этого бедного юношу-комиссар. У него и в роду не было таких машин. А ты, если до сих пор не знаешь, что и кому можно доверить, и не даешь отчет о своим действиям, так и будешь мучиться всю жизнь. Папа, господин Юнал, разрешите спросить, в прошлую пятницу вы сдавали Мехмеду и Элмазу свою машину на ремонт? Да. Я же сказал, что не крал. Я не давал тебе слова. Ты слышишь это? Он прав. Он не крал. Ты сам принес ему на блюдечке такой подарок. Вот он и решил воспользоваться. Поскольку у него в кармане нашли фотографии машины, мои коллеги заподозрили его в угоне. Он даже вывязал картинку из журнала и носит с собой. Ты понимаешь, в какое положение ты нас поставил? Люди видят такие машины только в журналах, а ты взял и преподнес это ему, как игрушку. Господин Юнал, вы намерены написать заявление. А что выйдет из того, что я заявлю? Я должен жаловаться на сына, который оставил мясо караулить коту. Голодный кот съел мясо. А что еще следовало от него ожидать? Слушаю. Почему? Страховальник не відшкодует вытраты. Теперь мне уже все байдуже. Ты понимаешь, что накоил? Пане Юнал, вы тут через эту справу напишите скаргу? Напишу. Напишемо. Разумник. Ты хотів похизуватися нашою машиною? Я вгадав, так? Ты хоч знаешь, скільки коштує одна шина від цієї машини? То не треба було залишати. Ти це чуєш? Вистави мене дурним перед злодарем. Я тільки морнуй тот час. Делайте все, що необходимо. А ти йди. Забирай свій металлолом. Твої проблеми, як ти будеш восстанавливати машину? Викаравтивайся сам. Господин. Ми розмістим нанесенний вам ущерб. Обещаю. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Слушаю, мама. Слава Богу, ты включила телефон. Где вы все? Вы что, не слышите? Я звонила домой, но никто не поднимает трубку. Твой отец тоже не берет трубку. Мехмета нет, я тут просто с ума отхожу. Мама, можна я тебе перезвоню? Ты что, издеваешься надо мной? Передай трубку отцу, если он рядом. Мама, мы... Я перезвоню, я перезвоню. Да, даже если душу продадут, они оплатят лишь часть. Папа! Как мы возместим это, папа? Я лучше сяду в тюрьму, чем позволю влезать в долги. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Это у меня. Спасибо за что, если он для вас не звонит. Пока! Пока!